На спортивной площадке жарко, как на пляже. Игроки команды «Крылья Советов» отрабатывают удары. До чемпионата России остаются считанные дни. В этот раз тренировочная программа у спортсменов изменилась. Теперь у команды новый тренер – бразилец Джильберто Коста. Опытный наставник в прошлом сезоне выводил сборную Белоруссии в суперфинал Евролиги. Для меня работать в России – это мечта. Сейчас Россия – образец для всех в пляжном футболе. И я приложу все усилия и весь опыт, чтобы помочь этим молодым спортсменам улучшить уровень игры. Также в клуб приглашены два соотечественника Косте – Филиппе де Сильва и Джордан. Большую же часть состава «Крыльев Советов» составляют самарские спортсмены. Впечатление от нового тренера у игроков положительное. Хороший тренер видно. Много новых упражнений до этого не делали. Какие-то свои бразильские тренировки проводят. Все хорошо. Самарская команда провела подготовительные сборы. Приняла участие в международном турнире. Молодой состав выступил успешно. Самарские спортсмены обыграли три сборные – команды Польши, Казахстана, Молдавии. Результат. Три победы, три поражения. Хорошо сыграли. Сейчас начали подготовительный претизонку перед туром. Ребята все в хорошей форме, надеюсь, и будем добиваться хорошего результата. В чемпионате России по пляжному футболу выступят восемь команд из Москвы, Новосибирска, Королева, Санкт-Петербурга и Самары. Участники проведут матчи в три этапа, по итогам которых четверка лучших клубов попадет в суперфинал. Самое главное не вылететь. У нас восемь клубов, то есть два вылетают. Это минимальная задача и максимальная задача войти в четверку. Займем мы пятое, шестое. С нашим бюджетом это даже вполне реальнейше. То есть это даже, скажем так, здорово. Войдем в четверку, это будет супер. Чемпионат России по пляжному футболу пройдет в Санкт-Петербурге с 20 по 24 мая. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков. События.